Климат и природа Вспомнить нашу корзину идей именами русских поэтов и писателей, произведения которых вы знаете. Верно, ребята? Тема нашего урока – поэты и писатели об осени. На уроке вы узнаете, что к осенней теме обращаются не только поэты. Узнаете виды речи «Монолог», «Диалог». Научитесь формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них. На прошлом уроке мы познакомились со стихотворениями об осени Николая Некрасова, Алексея Плещеева. Ну а какая осень без Александра Сергеевича Пушкина? Ребята, а вы знаете, что поэт очень любил осень? Поэт говорил, мне никогда не пишется так легко, свободно, как осенью. Унылая пора, а чей очарование? Унылая пора, а чей очарование? Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышная природа и увяданья, В багрец и в золото одетые леса. В их сенях ветра, шум и свежее дыхание, И мглой волнистую покрыты небеса, И редкий солнцелуч, И первые морозы, И отдалённые седой зимы угрозы. Ребята, какие вопросы можно сформулировать по тексту? Предлагаю задание первое. Сформулируйте вопросы по содержанию стихотворения. Я уверена, вы справились с заданием. Какую пару осени описывает Пушкин? Какой поэт видит осень? Какое слово подсказывает, что поэт пишет о поздней осени? А теперь попробуйте ответить на них. Ребята, отвечая на вопросы и формулируя вопросы, Вы участвовали в диалоге. У нас получилась хорошая беседа. Диалог – это разговор двух или нескольких лиц. Чаще всего диалог используется в разговорной устной речи. Монолог – речь одного лица. Монологу необходима внутренняя подготовка, обдумывание. Монолог достаточно сложнее диалога. Используется чаще в художественной литературе. Обратите внимание на различия этих видов речи. Диалог – сменяющие друг друга вопросы и ответы. Речь неполная. Характерно разговорная лексика. Связность обеспечивают оба собеседника. Монологу характерна логичность. Последовательность высказываний. Литературная лексика – логическая завершённость. Связность обеспечивает один говорящий. Тема природы осени занимает особое место и в творчестве писателей. Русский писатель Михаил Пришвин исследовал в своём творчестве тесную связь человека с природой. В народе его называют певцом русской природы. Так ли это? Предлагаю выполнить задание. Предлагаю прочитать текст Михаила Пришвина «Парашют». После прочтения, ребята, определите вид речи, назовите его признаки. Парашют. В тишине с берёзы слетел медленно вниз жёлтый листок. Он слетел в такой тишине, когда и осиновый листок не шевелится. Казалось, движение листика привлекло внимание всех. И все ели, берёзы и сосны со всеми листиками, хвоинками и даже куст, даже трава под кустом, дивились и спрашивали, как мог в такой тишине стряхнуться с места и двигаться листик. И, повинуясь всеобщей просьбе узнать, сам ли сдвинулся листок, я пошёл к нему и узнал. Нет, не сам сдвинулся листок. Это паук, желая спуститься, отяжелил его и сделал своим парашютом. Михаил Пришвин. К какому виду речи относится текст? Верно. Монолог. Назовите признаки монолога. Верно, ребята. Логичность, последовательность высказываний, литературная лексика, логическая завершённость, связность обеспечивает один говорящий. Следующее задание. Сформулируйте один тонкий и один толстый вопросы по содержанию текста парашюта. Тонкие вопросы – это вопросы, которые требуют простого ответа. Например, кто, что, когда, как. Толстые вопросы – это вопросы, которые требуют полного, подробного ответа. Зачем? Почему? Обратите внимание на дескрипторы к заданию. Например, тонкие вопросы. Как слетел листок? Кто сделал листок своим парашютом? Толстые вопросы. Почему движение листика привлекло внимание всех? Почему автор называет листок парашютом? Чтобы подвести итог урока, предлагаю заполнить треугольник. На вершине треугольника запишите вопрос, на который вы знаете точный ответ по теме урока. На сторонах треугольника запишите вопросы, которые вы хотели бы обсудить с товарищами. А на основании – вопрос, ответ на который вы не знаете. Для закрепления имеющихся знаний предлагаю вам самостоятельную работу на выбор. Первое задание. Составьте диалог между растениями или животными об осени. Второе задание. Приготовьте высказывание-монолог на тему «Осень глазами поэтов и писателей». Выполнить самостоятельную работу глубоко и содержательно вам помогут следующие цифровые ресурсы. До новых встреч!